Скорпионы, рада вас снова приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео хочу вам представить терраскоп на август 2018 года. По традиции, расклад вам покажет основные события месяца, то есть атмосфера месяца, что у вас наиболее вероятно произойдет в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Напоминаю, что расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может для всех проиграться однозначно, потому что многим из нас необходимо смотреть терраскоп как по знаку своего зодиака, так и по асцеденту своего знака на тайной карте. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте свое имя и дату рождения. И будем с вами смотреть. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карты. Итак, общая атмосфера месяца. Тройка Пентакли замечательный аркан, потому что это карта союза как личного, так и делового. Это какие-то совместные попытки построения чего-либо нового, какие-то продуктивные продвижения в одном направлении. То есть, знаете, когда люди собираются для реализации какой-либо цели. Если с позиции работы, это какое-то новое выгодное деловое сотрудничество или партнерство. Есть ли с позиции личных отношений, это желание работать над отношениями и их укрепление. Так, что вас ожидает непосредственно в плане работы? Ну, здесь идет ситуация избавления от зависимости. Сейчас объясню, что это такое. Если на текущий момент вы были безработны, то по этой карте вы можете избавиться от зависимости, то есть быть от кого-то финансово зависимым, например, от родителей, да, либо от тех людей, кто вас одержал. Будут попытки трудоустройства, но перевернутый дьявол самого по себе трудоустройства не гарантирует. Если вы наемный работник, то это, знаете, как желание и, скажем так, достижение цели облегчить себе жизнь. Ну, с позиции графика работы, условий работы, либо скосить себе какие-то дополнительные обязанности, да, в плане должностного инструкции. Ну, то есть, не знаю, переложить по имму обязанности на младшего сотрудника, либо на другого коллегу. То есть, вот перевернутый дьявол, когда вы именно облегчаете себе жизнь. Причем, это, знаете, позиция и желание честного дохода, открытого, то есть, это не зарплата в конверте. Здесь вот идет желание, знаете, такого официального заработка, без откатов, без каких-либо финансовых махинаций и так далее. Потому что по перевернутому дьяволу дает открытая честная бухгалтерия. Так, что у вас ожидает с позиции финансов? Ситуация трезвого расчета, рациональный выбор. И знаете, как сопоставить свои доходы со своими расходами. То есть, вот такой трезвый, идеалистичный подход. Почему? Потому что перевернутая семерка кубков, вы будете просчитывать, каким образом у вас утекают деньги, куда, как вам можно сэкономить, чтобы отложить, чтобы заниматься накопительством. Поэтому здесь я не вижу прихода денег. По этой карте идет ситуация сопоставления. То есть, где можно, куда лишнее даете, где можно ужаться, да, чтобы отложить, сэкономить. И потом эти сэкономленные деньги вложить во что-то стоящее. То есть, карта логического трезвого подхода и расчета. В плане каких-то потерь, потерь здесь финансовых не вижу. И роста прибыли тоже. То есть, все останется так, как и прежде, так, как и было. Что вас ожидает в плане здоровья? Так, здесь у нас падает четверка мечей. Ну, четверка мечей вообще это карта отдыха. В первом или переносном смысле этого слова. Отдыха, как, например, восстановление санаторно-курортное лечение. Либо в целом эта ситуация, знаете, постреабилитационное восстановление. Либо, может, элементарно лежать в больнице, да, действительно, то есть лечиться. Либо это могут быть сеансы, там, не знаю, иглоукалывания, массаж, иглотерапия и так далее. Четверка мечей это все, что связано как с мануальной терапией, так и в целом с ситуацией. Ну, вот, знаете, когда вам делают такие вещи, как амплипульс, электропорез. Ну, то есть непосредственно на вас какое-то воздействие. Еще четверка мечей очень часто указывает на саму ситуацию, когда, ну, не дай бог, конечно, у кого-то может быть... Ну, то есть вы можете быть обездвижены, но в том плане, что там сломана рука, либо нога, да, и вы не можете, скажем так, в большей степени передвигаться. Потому что это карта восстановления. Причем восстановление не в острых состояниях, когда у вас уже что-то произошло, а вы теперь просто восстанавливаетесь. Поэтому не пугайтесь, а то сейчас напишут все мне тут массу комментариев, что, о, Боже, ну, что вы тут нажелали. Нет, я вам говорю, это уже восстановление после произошедшего. Что вас ожидает в плане личной жизни? Смотрите, перевернута королева мечей. Ну, во-первых, эта карта говорит о ситуации, если вы на текущий момент одинокие, да, то бишь свободные, то ситуация здесь будет неизменной. Потому что это карта такого, знаете, самодостаточного одиночества, но вместе с тем какого-то угнетенного. Когда вы переключаете свои эмоции, всю свою энергетику не на поиск партнеров и ситуацию знакомств, а вы уже настолько привыкли к одиночеству, что вам и не хочется, и страшно уже что-либо менять. Если с позиции отношений вы уже состоите с кем-либо в отношениях, то это ситуация расчета, нематериального. Потому что перевернута королева мечей – это просто потребительское отношение. Это, например, знаете, сама по себе ситуация переждать с партнером до лучшего партнера. Вот так, знаете, из серии «Чтобы не быть одной». Потому что здесь ситуация холода, ситуация отчуждения, но, например, партнер на текущий момент вам в чем-либо может быть удобен. Так, то есть позиции совета, что вам советуют карты. Здесь у вас падает карта иерафант, карта жреца. Карта жреца очень часто указывает на ситуацию. То есть это кто-то старший. Это может быть отец, это может быть дядя, это может быть дедушка, это может быть ваш руководитель. Это может быть духовный наставник, если вы входите в церковь и так далее. И ситуация взаимодействия с ним. Карта жреца – это какие-то установленные стандарты, потому что это карта доверия, морально-отеческих ценностей, истинных которых не принято подвергать сомнению. Карта характеризует вашу мудрость, вашу мораль, указывает, как правило, на хорошие поступки, либо на крепкую дружбу, либо кто-то рассчитывает на какую-то вашу поддержку, поддержку с вашей стороны. И с позиции совета, как говорит Аркан, то есть во всем ищите смысл. Посвящайте себя лишь осмысленному труду. То есть не гордитесь достигнутым в чем-либо, чтобы не стать агрессивным фанатиком. Плюс, как говорит Аркан, вы способны решить свои жизненные вопросы, потому что вы знаете правильный ответ внутри вас. И помимо всего прочего, вы можете дать мудрый совет другому человеку. Но вы должны быть уверены в правильности своих поступков, потому что очень часто принимаете решения слишком поспешно. Поэтому карта говорит, что делайте все размеренно, никуда не спешите. И тогда вы не только поступите мудро, но для вас это будет развитие ситуации наиболее благополучно. Вот таким вот у вас вышел расклад на август месяц. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!